Коллеги, продолжаем. Собственно, после матча интервью с нами главный тренер команды гостей, Папов Сергей Геннадьевич. Сергей Геннадьевич, после матча, наверное, сложно экспресс-комментарий давать, прям анализируя все детали произошедшего. Но что сегодня в первую очередь не получилось у вашей команды? На что делали акценты? Что, собственно, пошло не по плану? Ну, планировали вообще играть больше за счет коротких передач, взаимодействия, но в меньшей степени они получались. Ну, эпизоды были интересные, которые понравились. Так, было высокое давление от соперника, от «Зенита», да, их можно похвалить. Хорошо прессинговали нас. Ну, и были контратаки, из которых мы пытались выбежать, но в завершающей фазе нам не хватало и «Зенита». Можно ли сказать, что чем-то удивил сегодня соперник, потому что мы всяко настраивались на примерно, собственно, такой вот агрессивный, местами интенсивный стиль игры? Ну, мы ожидали от них, что они будут в такой футбол играть, что будет именно высокое давление, прессинг в каждом эпизоде. Ну, настраивали ребят, говорили об этом, чтобы не боялись, играли, учились в футбол. Ну, собственно, урок для них. А по вратарю, похвалите, пару комплиментов, потому что очень много сейвов сегодня совершил, мне кажется, смотрелся достаточно уверенно, несмотря на пропущенные мячи. Ну, а Андрей достаточно хороший вратарь. Да, там получились эпизоды такие, ну, у кого не бывает. Все вратари рано или поздно когда-то ошибаются. А так, он молодец, во втором тайме очень много. Ну, и в первом были, но во втором больше было моментов, которые он выручал нас и не дал позволить, чтобы счет был крупный. А только-только начинается турнир. Какие амбиции в целом у команды и какие цели ставите на этот сезон? Ну, основная цель – это мы готовим футболистов, развиваем их сначала, чтобы они… Ну, основная цель – это чтобы в основную команду, ну, до основной команды у нас есть вторая команда, для нее сначала готовим, чтобы они уже более взрослый футбол, от юношеского отходили и развивались, росли. Надеемся, что все получится. Спасибо вам большое. Спасибо большое. С нами игрок команды и гостей. Сразу после матча «Зенит-Оренбург» в молодежном первенстве. Капустянский Данил. Данил, после матча, наверное, сразу с ходу, с пылу, с жару сложно что-то прям выдать по матчу. Но, в целом, твой комментарий по игре. Что, в первую очередь, не получилось сегодня у команды? У нас было мало каких-то комбинаций взаимодействий между друг с другом. Ну, с чем ты это связываешь? Там, давление, не знаю, переволновались в первом тайме, что-то пошло не по плану, ты это почувствовал? В чем конкретно может быть причина? Ну, было давление от команды «Зенитова». У них хорошая академия. Хорошее футбол показывали. Нам было непросто с ними играть. Ну, в перерыве как-то 100% пытались изменить ситуацию. И во втором тайме вы играли намного лучше и активнее, пытались прессинговать. Связываешь это с большим количеством замен у соперника или в целом вы тоже перестроились? Ну, тренер дал корректировки какие-то. Мы начали играть чуть повеселее, побыстрее. А что, собственно, сама команда думает по поводу этого матча? Не знаю, ребята, насколько сильно расстроены или еще что-то. Не могу ничего сказать. Я же не был в разделах еще. Но у тебя какие эмоции после этой игры? Ну, конечно, обидно проигрывать уже третий матч, не забиваем голы. Но я думаю, мы будем работать, и у нас точно все получится. По поводу «все получится», смотри, какие амбиции у команды? Только-только начинается сезон, всякое еще все впереди, и все будет нормально. Но в целом, какие амбиции у команды на эту часть сезона? Как сказал наш тренер, расти в основную команду, получать опыт. Все. Ну, надеемся, что все получится. Спасибо, Дань. Спасибо тебе. Главный тренер команды «Зенит». Сразу после матча в молодежном первенстве «Зенит-Оренбург» Константин Анатольевич Коноплев. Константин Анатольевич, с победой вас. Уверенный матч. Не дали, по сути, ничего создать сопернику в первом тайме. Ваши комментарии по этому матчу? Да, спасибо за поздравление. Действительно, победа достаточно уверенная. Очень рады, что не пропустили. Действительно, очень мало дали возможностей сопернику в атаке. Ребята достаточно неплохо сыграли в обороне, как индивидуально, так и командно. Поэтому такой результат. Но нашли достаточно много моментов, над которыми нужно нам работать, чтобы двигаться вперед. Следующий соперник намного серьезнее. Это чемпионы молодежной лиги. Поэтому сейчас вся полная концентрация на подготовке к этому матчу. Не можем не спросить. Собственно, вышли футболисты, которые только-только играли в UFL. И сегодня для некоторых из них дебют. Как оцените их игру? Это воинков и лобов? Для первой игры достаточно неплохо. Я знаю, как эти ребята могут играть. Они могут это делать гораздо лучше. Но понятно, что у каждого из них было определенное волнение. В этом ничего страшного нет. Нам нужно дать им возможность почувствовать вот этот уровень. Я думаю, что игры 2-3 и все будет в порядке. Они будут продолжать демонстрировать то, что они показывали в UFL. Небольшое превью к матчу с ЦСКА. Какой настрой в целом на игру? Мы хотим выиграть. Мы очень хотим выиграть. Это даст такой достаточно серьезный импульс к всему сезону. По крайней мере, до Нового года. Потому что против чемпиона всегда играть очень интересно. Если мы их победим, то мы еще больше сплотимся как команда. Мы еще больше увереннее и будем действовать на поле. Спасибо вам. С победой. Спасибо. Данила Козлов после матча «Зенит-Оренбург». Сразу после этой игры. Ну, во-первых, с победой. Такой неоднозначный первый тайм. Очень много моментов. Наверное, подвела чуть-чуть реализация. Хотела забить больше. Но в целом интенсивный, красивый футбол показали. Спыл с жару. Что сегодня было в матче? В первую очередь спасибо, конечно, за поздравления. Всегда приятно выигрывать. Наверное, могли забивать больше. Да, реализация вправо чуть-чуть подвела. Но главная картинка игры. Мы ее сохраняли на протяжении всей игры. И в целом, что мы, что тренер, что болельщики, что руководство довольны нашей игрой. Ты говоришь, сохраняли картинку игры. Собственно, в перерыве вышли прям достаточно большое количество футболистов. Как в целом удалось это сохранить? Потому что чуть-чуть показалось, что Оренбург во втором тайме поактивнее стал действовать. Ну, у нас вся команда готова выходить из первых минут и помогать усиливать со второго тайма. И во втором тайме парни вышли очень даже неплохо. И выглядели кто-то даже лучше, чем люди, которые вышли в основном составе. И что я сыграл всю игру, что я не заметил особой разницы, с кем играть в первом тайме и с кем во втором. Все ребята на определенном высоком уровне. И мы будем его дальше держать на протяжении уже всего турнира. У нас старт сезона. Три из трех. Три победы. Собственно, что нам помогает побеждать? В чем секрет? И короткое превью к матчу с ЦСКА, пожалуйста. Что касается трех побед, наверное, это заслуга, в первую очередь, тренерского штаба и наша. Как мы готовились к этому сезону, как мы тренируемся. Если интересно, сходите на наши тренировки, вы получите довольно светлые. А превью к ЦСКА? Что касается превью ЦСКА, что через три дня игра, провели за неделю три игры хорошие, потратили много сил. У нас сейчас есть время восстановиться. И я надеюсь, что мы покажем еще лучше футбол, чем сегодня. Надеюсь, что все получится. Даня, спасибо. С победой!